665 минимум офицеров оказались утилизированы. Ну и по состоянию на 1 июня с начала спецоперации погибло как минимум 665 офицеров различных званий киевского режима. Это данные не из Министерства обороны России, это данные из открытых источников, то есть указы Зеленского, похороны. То есть все суммировано за три месяца и вот 665 минимум офицеров оказались утилизированы. Можете себе представить о каком количестве солдат идет речь. Военный аналитик Александр Михайлов рассказал о реальных потерях Украины в рамках спецоперации. По словам Михайлова, украинская сторона потеряла около 50 тысяч человек двухсотыми. Киев предпочитает не озвучивать реальные данные о своих потерях. Они достигают, по разным оценкам, от 40 до 50 тысяч. Учитывая, что в восточных областях группировка ВСУ состояла из 200 тысяч военнослужащих, «Минимум половины уже точно нет», – подчеркнул аналитик. При этом эксперт обратил внимание на то, что украинские власти не оглашают количество пленных солдат. На прошлой неделе их количество составляло 8 тысяч человек. Это те военные, которые базировались на территории Республик Донбасса. Зеленский знает все эти цифры, но боится их оглашать, потому что это станет крахом для Украины, заявил Михайлов. Украинцы из Запорожья, которых заставили взять оружие в руки и оказывать сопротивление российской армии, решили перейти на сторону РФ. Об этом написал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Запорожцы воспользовались специальным чат-ботом, чтобы списаться с российскими силами. Там они обговорили все детали, чтобы обеспечить безопасность во время перехода линии соприкосновения. Как отметил Владимир Рогов, спецоперация по спасению соотечественников прошла успешно. Более того, украинцы прихватили с собой гостинцы, например, британские управляемые ракеты НЛО. Один из тех, кто отказался воевать на стороне киевского режима, отметил, что он и его товарищи – настоящие патриоты Украины. Именно поэтому они не хотят сражаться с братским народом, отстаивая интересы узкой группы украинских элит. «Мы не трусы, мы просто увидели, что происходит на передовой, что нас используют как пушечное мясо. Мы – настоящие патриоты Украины, но воюем за чужие интересы, за Зеленского, за олигархов. Я не хочу этого», – объяснил бывший украинский военный. Владимир Рогов тепло поблагодарил запорожцев, сделавших правильный выбор. Он напомнил, что впереди еще много работы по освобождению их родных земель. «Спасибо вам, ребята, что остались живы, что сделали правильный выбор и перешли на мирную сторону. Нам еще с вами предстоит возрождать наш родной край, который снова будет цветущим после освобождения», – написал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.